Это же фарду Айм получается. Пока что фарду Кефая. Если мы сегодня объем джихад, мы не имеем права дома сидеть. Мы должны туда выйти. Я это хотел сказать. И поэтому другие представители религии других исламских стран, муфти из Сирии, из Египта, из Иордании, Катара, Бахрейна, Аравии, они тоже пока не объявляют джихад. Сирийский ученый, шейх Мохаммад Аль-Хасан Аддаду, сирийский ученый, шейх Хасан Гиту. Можно перечистать еще долго и долго. Вы покажите мне напротив хотя бы одного египетского ученого, который сказал, что там джихад. Потому что если они объявят, они вынуждены открыть границу и вынуждены туда поехать, чтобы отправить свою армию. И они тоже пока молчат. Я сказал там, ну кто пока что, кто объявил джихад? Ученый научный совет Аль-Азгара в Египте. Весь научный ученый совет Аль-Азгара в Египте. Это так же как Аль-Азгара в Египте. Это в Тунисе. Все ученые, ученые Ханафитского, ученые Марикитского, ученые Шафиитского, Хамбаритского, Мазахаба, все в один голос говорят, что это джихад на пути Аллаху. А тут появляется Шихабуддин, который просто играет, ну реально играет. То есть вот как он в фильмах снимался, в актерских вот этих. Точно так же вот эту актерскую роль играет в религии. Вот это хотел сказать. И сейчас тоже говорю. Пока же никто не объявил джихад. А палестинцам это, конечно, джихад. И все не до единого. С этим, кто там умер сегодня, он шахид. Иншаллах. Он шахид. Он умер шахидом. Я просто, я хотел объяснить. Я же не думал, что это мой аудиоролик будет гулять по всему Дагестину и выйдет наружу. Ты просто на своем диалекте, чтобы коротко объяснить своим родственникам, своей семье. Я это, обращаясь к семье, обращаясь к брату, этот ролик записывал. Ну, сам смотри, Руслан. Если бы, если бы наши братья-палестинцы, они муджахиды, настоящие львы, ну если бы они еще больше подготовились бы. Ну, если бы, как слышал Карл, он говорил, «Аидду лагум мастататум минкува». «Аидду», «подготовьте». А где «ибда»? А где подготовка? Без подготовки напали на этих врагов ислама, на этих нелюдей. Вот они сейчас мстят. Из-за их маленькой ошибки, из-за их неподготовленности, сейчас там пострадал ни в чем невинные люди, особенно жалко этих детей. Жалко этих детей, Руслан. Жалко этих женщин. Конечно, жалко, я каждый день делаю дуа. Конечно, жалко этих стариков. Их надо было себе оттуда вывезти. Надо было их куда-то отправить, вывезти, туда бы, в другую сторону Палестыни, или в Иорданию, или в Ливан, куда-нибудь их отвезти сперва, их отправить, еще больше подготовиться, и после этого надо было напасть. Просто слишком рано, не подготовившись, напали. Вот, что я сказал. Я сказал, они ошиблись, ошиблись, что именно сейчас напали. Можно было напасть через месяц, через два. Вот они же зуму не вчера, не позавчера делают. Они всю жизнь зуму делают. На ровном месте, на ровном месте, урехом бомба в греху, урехом гиганты, узул шайи, пенальти гроссу, на ровном месте, байкара гуглевжу. Я это хотел сказать. Пускай этот ролик попал к Абдул-Халиму, и Абдул-Халим начал дискуссировать, меня унижать, там, по колышкам все это объяснять, даже сделал перевод с Аварского на русский. Ну, это же я обратился к своей семье, на их уровне, чтобы они поняли, я это объяснял. На самом деле, если я хотел бы выступить, объявить, что там творится, я же подготовился бы, перед собой поставил бы книги, факты, делал бы себе заметки, и все по галочкам объяснил бы. Ну, не знаю, так случилось, что вообще не спонтанно. Замечательно, поразительно, гениально. Я никогда не говорил, что нету там джихада, никогда не говорил. Почему бы книги наastал джихада? Кирую. Где нам джихад будет? Джихад будет, жирая за тебя, пока нету, меня нету, когда все спонтанно говорит о джихадах, что у нас все же право по-мпозиции, конечно, садились в Сирии, Египет, Иордании, Сауди, Эмират, Куэта, Бахрина, Катар, Пакистана, Палестана, Палестана, Палестана. Это не важно. Это не важно. Не надо было туда лезть. Не надо было нападать на них. Это большая ошибка. Для палестинцев это дихад. И они все шахиды, кто умер. И, иншаллах, они делают заступничество. Благодаря им, этим шахидам, мы, несмотря на наши грехи, на наши ошибки, мы попадем в рай. Они нас поведут с собой в рай. Да что ты, черт побери, такое несешь? И эти, которые там воюют, они все муджахиды, конечно. Конечно, они же под зумой находятся. А Израиль, что делает? Тот, что творит Израиль. Геноцид. Геноцид. Они убивают всех подряд. Не жалеют никого. Ни женщин, ни стариков, ни детей. Всех подряд убивают. Но кто в этом виноват? В этом виноват Хамас. Вот это хотел сказать. Виноват Хамас. В чем они виноваты? Они виноваты в том, что они, не подготовившись, напали на эту страну. Зная, что их будет поддерживать весь Запад и Европа. Поглавляясь Америкой. Но, прежде чем напасть, надо было же их вывезти. Еще раз повторяю. Если они этих стариков, детей, женщин вывели бы оттуда. Еще больше подготовились бы. Еще больше бомбы, ракеты собрали бы. Если 5 дней хотя бы, 5 дней хотя бы их они бомбили бы. Кто умер, умер бы. Среди этих собак, свиней. Кто умер, умер бы. Кто убежал, убежал бы. И они вынуждены были сдаться. Но они бомбили только 2 дня. Вот что я хотел сказать. Попросим у Аллаха прощения. Не знаю, кто этот обнародовал эту мою голосовую. Простите его Всевышний. Но это было отправлено лично в свою семейную группу. Своим родственникам. Тот, кто отправил, тоже, наверное, это отправил с хорошим намерением, чтобы успокоить других своих друзей. Суть не в этом. Суть в том, что этот ролик вышел, распространился. И начали обсуждать, меня унижать. Абдул-Халим же меня знал. Почему меня хотя бы не спасил? Почему ты так сказал? С чего ты взял? Сказал я так вообще? Он спросил ли он меня, мое мнение? Не спросил. Ну, так вышло. Что делать? Простить Аллах всех. И простить наши грехи. И все, кто стал шахидом. Иншаллах сделает нам заступничество. Ассаламу алейкум. Брахмату Аллахи. Брахмату Аллахи. Продолжение следует...